Ребят, всем кулачки, всем привет, на связи Джамбо, и у нас сегодня две экстренные новости. Прошу прощения за то, что делаю видос на скорую руку, то что звук, фокус, изображение, все это не очень, потому что я болею, у меня вообще сейчас нет времени на то, чтобы делать видосики, но я исправлюсь. В общем, первая новость. Сегодня ребята обнаружили баг, который позволял купить игры от Xbox 360 за 20-60 рублей. Нет, ребята, это не шут. С утра, я не знаю, сейчас это доступно или нет, можно было купить абсолютно любую игру от Xbox 360 за такую маленькую цену. Не надо было делать никаких махинаций, надо было просто нажать купить. Даже если цена отображалась в 600-700 рублей, то списывалось у людей все равно по 40-20-30 рублей. Это очень дешево, и это ошибка Microsoft, поэтому бан нуждать не стоит. Я тоже воспользуюсь этой фичей, я купил Call of Duty Black Ops 1 и Call of Duty Modern Warfare 2. Единственные санкции, которые они могут применить в этот раз, это отозвать покупку, либо же, мне кажется, выставить полный счет и списать полную стоимость. Но мне кажется, этого не произойдет. Вторая новость более важная, и она связана с названием видеоролика. Microsoft приостановила продажи Xbox Live Gold и Xbox Game Pass в Microsoft Store. Это означает, что теперь электронно через обычный магазин Xbox нельзя будет купить эти подписки. Нужно будет покупать только лишь у партнеров. На самом деле, для многих это не холодно, не горячо, но сам факт этого меня расстроил. Проблема не коснется тех, у кого стоит автопродление на купленные эти подписки. То есть, если вы покупали Xbox Live Gold или Xbox Game Pass, и у вас включено автопродление, то со следующим периодом у вас вкупится она автоматически. То есть, для вас продажи все еще существуют. Для тех, у кого не включено автопродление, то уже, извините, нужно будет покупать подписку у партнеров. Здесь, в принципе, негативный вариант один. Это то, что теперь мы можем забыть о скидках в 30 рублей в 60 на подписки, и будем покупать все время за фулл стоимость у партнеров. На самом деле, слухи ходят о том, что это сделали лишь временно для корректировки цен. Как бы теперь все цены Microsoft Store будут в долларах. Насколько это правда или нет, я не знаю. Пока от русскоязычной аудитории поступила информация, что все, отменили без какого-либо срока. Но люди писали в поддержку, спрашивали им, говорили, что это временно, и сейчас происходит корректировка цен, поэтому, в принципе, расстраиваться не стоит. Но вообще, на самом деле, как бы, вот именно из-за этой новости расстроиться не стоит. Но из-за совокупности пора бы. По причине того, что сначала у нас меняют подписку, переводят все цены в долларах, да, теперь мы будем зависеть чисто от курса, у нас не будет какой-то фиксированной цены. То есть, раньше мы покупали игры за 4000 рублей, за 4500, да, тире 6, так и так далее. Теперь мы будем зависеть полностью от курса. Если курс будет расти, то все, изведите, вы будете покупать игры там за 4500, за 5500 и так далее. Будем чисто зависеть от курса. Второй негативный вариант, я уже об этом говорил, мы теперь будем лишены скидок на эти подписки. Также ситуация пугается тем, что отменили локализацию, да, сначала отменили русскую озвучку. Раньше она была, да, в 2014-2015 году. В 2016-м русской озвучки уже не было в эксклюзивах. Сейчас же локализацию отменили вообще, и тот же крэкдаун был не приведен. Будет очень обидно, если гирсовар 5 не будет приведен даже с субтитрами. Это будет жопа, придется учить английский и понимать, что там происходит. И знаете, если я задумался о том, что происходит, то складывается ощущение того, что Xbox может просто покинуть Россию. Или следующий Xbox может не продаваться на нашей территории. Или же продаваться на урезанной, или просто продажа опять отодвинутся на год. И это очень печально. Будем просто следить за дальнейшей обстановкой и спрашивать у российского подразделения, что вообще происходит, как дальнейшие события. Вот, короче, как-то так, ребят. Еще раз извиняюсь за такое экстренное видео, за это качество, за эту стабилизацию, по-любому у меня руки трясутся и тому подобное. Я просто заболел, ребят, простите. Пишите хэштег Jumbo живи, и я обязательно поправлюсь. Мне будет очень приятно. Также не забывайте писать свое мнение, испробовали ли вы баг, какие игры купили, по чем стоимость у вас вышла. И напишите свое мнение о том, что теперь Xbox Live Gold и Xbox Game Pass в Microsoft Store продаваться пока не будет. Напишите, коснулась это у вас проблема или нет, или вы покупали вообще где-то на реевой стороне и тому подобное. В общем, ребят, большое вам всем спасибо за просмотр. Все, всем здоровья, главное не болеете, и все, всем удачи. Давайте, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok